В арт-аквариуме открылась новая выставка, связующая нить красивейших карпетов. Выставка в арт-аквариуме о связи времен, поколений и мастерстве была по-особенному отличительной. Окна и стены были украшены необычно красивыми работами из габелена. Чувствовался армянский дух. Сегодня необычная выставка, потому что так получилось. Так получилось, что девочки в детстве и мальчики воображают сказочные миры. Некоторые их рисуют и придумывают волшебниц, волшебников. Некоторые вырастают и пишут книги. Другие девушки, начитавшись этих книг и сохранив в себе эту детскость, став художницами, рисуют эскизы к крепостям, к толке, ну к фэнтези. А самое старшее поколение, мудрое, неспешное, занимается тем, что связывает поколение все вместе, и фантазию, и реальность. И вот сегодня выставка Зары Малуян, которая выткала мир, выткала историю и связала этой нитью сюжета, и нитью в буквальном смысле, три поколения своей семьи. Если вы посмотрите эти гобелена, они выстроятся в целостную композицию, которая начинается вроде бы с ветра и бури в сказочном лесу, а на самом деле это гобелен, который ткался в темные годы, в 90-е, и нити использовали самые разные, все старые свитера, старые, не выдержавшие испытания временем, домашние вещи, которые пошли в дело, и в результате у нас ветер, что на гобелении вообще мало вероятно было выткать. Ветер, буря, но зеленый, и мы выстоим. Если вы идете по сказочным сюжетам двух крепостей, или дикой охоты, или прекрасного совершенно, изумительного Минастерита, непокоренного Гондора, а потом доходите до какой-то философской обобщающей ноти, лестницы на небеса, все лестницы сломаны. Но это вовсе не повод перестать пробовать, это вовсе не повод перестать подниматься на небо, и когда это ткется гобеленовой нитью, медленно и неспешно, вы понимаете, что времена проходят, мир меняется, а все равно остаются женщины, которые из хаоса ткут космос, которые ткут новые и новые крепости, ветры, леса, и лестницы, по которым мы когда-нибудь обязательно поднимемся. Вот о чем сегодняшняя выставка. Армения является одним из центров ручного ковроткачества Востока. Армянские ковры отличаются художественными формами, богатством и своеобразием узоров. У гобелена должен быть какой-то свой язык, отличный от языка живописи. То есть он может что-то такое, чего живопись не может, допустим, чтобы на нем что-то висело, чтобы у него был неровный край, ну и так далее. Гобелен в некотором смысле даже пространственный агрессор. Он не любит, когда рядом с ним еще что-то есть, вот его одного достаточно. В наши дни есть искусство, которое вымерло с течением времени, или же вымирает сейчас. Есть мастера, которые воссоздают старые традиционные работы ткачества, а также, возможно, будут внесены новшества, сочетая со старым. Люблю, чтобы изделие висело, а в Армении принято гобелены закладывать в раму. А потом подросла моя дочка. Мы тогда оба, обе очень увлекались Толкиеном, и она сказала, а почему бы тебе не сделать гобелины по Толкию? Ну, я ей говорю, делай эскиз, сделаем. И она сделала сначала вот этот, это Минастерит, потом вот тот, это две крепости. И вот она обещает мне третий, вернее так, третий эскиз она мне сделала, года три-четыре назад, но я так до него не добралась. И сейчас она собирается сделать другой. То, как мама представляет искусство, это, я считаю, что фантастика. Через нить она передает то, что многие не могут передать ни через холст, ни через масло, ни через камень. И ее работы меня всегда вдохновляли, и всегда хотелось уметь. Я, к сожалению, нить оказалась не моей стезей. Я люблю глину, я люблю металл, я люблю краски, но вот именно то, как мама играет с нитью, как она может делать то, чего не делает никто. То есть она ее, в ее руках нить буквально становится живым предметом. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok